Удар по Чернигову пришелся на место сборок военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которые замаскировали под фестиваль свирепоэптички. Это так комментирует вот этот циничный удар по центру города в будний-субботний день, который Россия превратила в субботу августовскую на день боли, отчаяния и потерь. Так комментируют собеседники информационных российских помоек, которые агентствами себя называют. В Чернигове они поразили место сборок личного состава ВСУ. Это так они врут, всегда прикрываются. В ООН говорят, это гнусно, атаковать главную площадь большого города утром, когда люди гуляют, некоторые идут в церковь, чтобы отметить религиозный праздник украинцев. Осуждают там повторяющие российские удары, нецелесообразные. В нашем Министерстве внутренних дел также говорят, что пострадали люди, которые возвращались из церкви. Это ужас, конечно, просто полный происходит. Где-то Анна Малер, заместительница министра обороны, говорит, что это Россия так воюет эмоционально. Им главное побольнее ударить. Какие цели, какие эмоции они хотят получить, ощутить, Тимур, когда вот такие удары, которые забирают жизни семерых людей, больше ста пострадали среди погибших дети? Знаете, я, когда увидел кадры разрушенного драм-театра в Чернигове, пострадавшего от обстрела ракетой, я сразу подумал о драм-театре в Мариуполе, где Россия совершила одно из военных преступлений, когда просто обстреляла и похоронила заживо под обломками спасающихся от российской же агрессии людей. И я думаю, весь мир увидел ровно то же самое. И единственное, что я думаю о том, что сейчас говорит российская пропаганда, это то, что они тоже так думают. И они боятся и хотят, видимо, подсознательно чувствуя, что выглядят как людоеды, отделить эту память о том преступлении, от этого преступления, сделав вид, что это не такой драм, это не мы постоянно обстреливаем драм-театры, с мирными жителями. Это не наша ежедневная, рутинная работа уничтожать в Украине драм-театры с людьми. Это не мы, ИГИЛ, с ракетами. Это мы на самом деле уничтожили тайное собрание украинских военных, которые управляют дронами. Самое удивительное, что цинизм этого заявления вдвое увеличивается, или в сто раз увеличивается, в сколько угодно кратно раз увеличивается, из-за того, что в эти же дни буквально, вот прямо сегодня, в России и Подмосковье проходит форум «Армия-2023». Строго говоря, эти события можно сравнить. И там, и там показывают какую-то военную технику, и рассказывают людям о том, что их вооруженные силы в чем-то хороши, или что-то могут, или что-то демонстрируют. И выставка летающих дронов, которые воюют за ВСУ против российской агрессии, ее россияне, даже не обладающие критическим мышлением, могут сравнить с форумом «Армия-2023», где Шойгу и Путин показывают танки, которые воюют против Украины. А, следовательно, они очень легко могут поставить себя на место тех людей, которые оказались в Чернигове на главной площади, прийти посмотреть дроны. Ведь они вчера, сегодня и завтра пойдут точно так же смотреть свои танки и такие же дроны на выставке «Армия-2023». Если это не является прямым призывом считать форум «Армия-2023» военной целью, то я не знаю, что является. Единственное, что я понимаю, что украинская армия не будет обстреливать. Да, только хотела добавить, потому что мы не воюем вот так эмоционально, мы не воюем с мирными. Да, украинская армия не будет обстреливать место, в котором находятся гражданские, только потому, что на баннере, в котором они собрались, написано слово «Армия». Теперь очень важный момент, почему это для российской пропаганды так важно. Мы тут на неделе провели небольшое исследование и опубликовали текст, который называется в инсайдере «В поисках слабого звена». Кремль не дождался от Запада усталости от Украины, но ряд стран все же дали слабину. Эти страны – это часть стран Восточной и Центральной Европы и некоторые страны Запада, совсем такого вот Запада-Запада, которых немного, но у них рейтинг усталости от войны самый большой. И, кроме того, там очень эффективна российская пропаганда. Либо в силу того, что местная власть популистская, которая отстраивает свое политическое превосходство сейчас на местной политической арене от дружбы с Путиным, либо потому что есть какие-то старые экономические или исторические связи или просто очень много бывших левых в управлении страной. А, как вы знаете, в политике важнее то, что происходит у тебя на выборах, чем в мире. И поэтому люди цинично пользуются войной как способом удержаться власть. Такие страны, в таких странах путинская пропаганда и местные популисты разгоняют нарратив примерно следующего содержания. Вот украинцы приехали, посмотрите, они с деньгами, они нищие приехали. Вот, посмотрите, их стало много, а у нас место в детских садиках закончилось. Такое вот в Словакии, например, происходит очень часто. Иногда в Чехии я такое слышу, потому что инфляция, она связана не с тем, что Чехия или Словакия помогают Украине больше других стран, а в том, тем, что Путин использовал все возможности для давления на Европу, для того, чтобы победить в Украине, в том числе энергетическое давление. Но, правда, мы все понимаем, что Европа, закончив свой зеленый переход, в итоге выйдет суперсильный, независимый от газа. Только сейчас в моменте, только сейчас в моменте, путинская пропаганда имеет возможность из-за роста цен давить на население неокрепшими умами этих стран с попытками убедить их, что Украине не надо больше помогать. Вот. Такая страна Греция, мы про Грецию писали на этой неделе дважды, она построила внутри страны, там, часть... Греческая мафия выстроила схему поставок под санкционной продукцией в Россию для ФСБшников всевозможные микросхемы, которые используются в ракетах и прочее, под санкционку. Такая страна Болгария, потому что в Болгарии, во-первых, очень много русских с паспортами болгарскими, во-вторых, они как раз подубержены очень сильно российской пропаганде, но при этом, несмотря на то, что местные популисты очень сильно раскатывали общество в поддержку России, Болгария начала и активно поставляет оружие Украине, хотя и приходится это делать хитро, тихонечко, через третьи страны, чтобы внутри страны не начались протесты, потому что там общество очень сильно поляризовано назад и против россиян. Такая страна Венгрия, и... Ну, про Венгрию вы все знаете, и такая сейчас власть Румынии. Вот это честь стран, которые создают внутри Европы... Ну, и, конечно, все смотрят на Америку, потому что все очень боятся выборы в следующем году, придет Трамп, про Трампа, у Путина есть на Трампа компромат, или там что-то есть, или просто Трамп любит Путина, неважно, и все боятся, что придет Трамп и будет каким-то образом мешать помощи американской, суперважной, для Украины сейчас, во время войны. Мы написали о том, как это все устроено, с цифрами и цифрами, примерами, какое количество стран, какое количество и какие страны, безусловно, за помощь, какие колеблются. Хороший материал, очень поучительный, но суть в том, что когда российская ракета в субботний религиозный, сегодня день религиозный праздник, повторяет Мариуполь по таким странам, которые колеблются, или устали от помощи Украины, как они сами говорят внутри своего политического дискурса, они видят это и понимают, почему Украина защищается и почему им нужно помогать Украине. Эти люди, которые сейчас погибли, им вечная память и огромные соболезнования тем, кто потерял сегодня утром на чудовищной войне от российской ракеты своих близких, друзей и знакомых. Эти люди сейчас, вероятно, многих тех, кто выступал за то, а давайте перестанем помогать Украине в этих странах, про которые мы пишем, сейчас отрезвили и заставили подумать о том, почему нельзя допускать того, чтобы Россия победила в Украине и что может быть с ними, вернее, не так. Кем будут они, если они без боя и без сопротивления сдадут себя, свои страны, свое окружение, своих соседей этой путинской, российской, ФСБшной, бандитской агрессии? Кем они будут и могут ли они вообще смотреть в глаза своим потомкам? На самом деле это очень пафосно звучит, но сейчас идет битва не рутинная за Мелитополь или охрану границы с Белоруссией, а идет битва цивилизационная каждый день. Просто поскольку она идет тяжело и долго, к этому начинаешь привыкать. То есть, знаете, ты присутствуя на важнейшем историческом сломе эпох, в момент, когда решается будущее мира и, возможно, развитие цивилизации на несколько веков вперед, находясь внутри ежедневно, наверное, в какой-то момент начинаешь думать о том, как ты с утра позавтракал и устаешь от всего, что происходит. Но давайте не забывать, нам не дает ничего забыть о том, что мы присутствуем в такой момент и что для тех стран в Европе, которые слабые звенья, так называемые, сейчас, безусловно, момент истины наступает о том, будут ли они иметь право смотреть с гордостью или как Венгрия постоянно опаздывать и занимать не ту сторону, как это делает последние века, к сожалению. Ну знаете, Тимур, скажу вам, что когда вот живешь в стране, которая ведет такую действительно экзистенциальную вину, привыкнуть к этому невозможно. Абсолютно. И привыкнуть к этому невозможно. Мы с ним тоже с коллегами обсуждали, каждый раз это все равно тяжело говорить о последствиях ударов Искандерами, как сегодня было это совершено по Чернигову, о последствиях ударами Х-22, как это совершено было по Днепру, по Умани, по всему. Это к этому нельзя. Я не понимаю, как могут устать западные партнеры. Да, у них это дальше, конечно, все, не спорю, но ведь поэтому оно и дальше, потому что мы не даем ему распространиться в том виде этому злу.